Добрый день! Что подарки, во-первых, нужно дарить правильно, о том, как их дарить, кому дарить, сколько, и вообще, почему подарок на самом деле так важен вообще в любых отношениях. Вот, Елена Викторовна, скажите, насколько вообще подарки в жизни и в паре, так скажем, в отношениях важны? Можно же и без них прожить? Ну, кто-то и проживает без них и старается прожить. Я думаю, что да, потому что когда я готовилась сегодня к эфиру, я читала много литературы по этому поводу, и, скажем так, и животные дарят друг другу подарки. Даже так. И птички, сейчас не буду названия говорить, устилают орхидеями место свидания, когда приглашают партнершу. И макаки могут подарить самцу, которому понравилось нечто, стащенное зеркальце у кого-нибудь, и подарить, преподнести ему. Вот это будет железный аргумент женщины, если вдруг вам не дарят подарки. То есть даже у животных это есть. Ага, ну, скажем так, в данном случае макака дарила самцу. И самцу. Итак, нам очень важно понимать, если взять ещё историю, то в социальных отношениях, племенных, государства, страны, послание, это очень важно, социальный. То есть вот подарок, это послание социальное, как я тебя уважаю, что ты существуешь. Дары рассматривались специально и очень важно. Отдариваются поэтому специально. И так это нечто, когда я говорю кому-то, что ты существуешь. Потому что в социальных отношениях, что самое страшное, пройду не поздороваюсь, не замечу тебя, не замечу, ты не существуешь, ты пустое место. Самое страшное наказание во все времена было астракизм, тебя выгоняли из твоего общества, ты не существуешь, говорили. Нет ничего страшнее для человека, отчувствовать себя пустым местом. И страшно для женщины, если муж или молодой человек не поздравит вас в годовщину, не подарит подарок на день рождения, это же кошмар действительно. Итак, что мы слышим? Это послание, которое базовая потребность человека вообще не существует, я тебе сигналю, что ты для меня важна, ты для меня не пустое место, это надо понимать. И почему нам так важно и правильно поздороваться, и цветы подарить человеку, комплимент сказать, ты существуешь. Вот с этого мы и начнем. Это то, чего человеку жизненно необходимо. А вот говорить о том, что ты существуешь, есть же праздники официальные, 8 марта, 14 февраля. Это важно говорить именно вот такие дни, или можно говорить почаще? Вот есть тут какая-то... Вот, конечно, выше пилотаж дарить подарки вне праздников. Просто так. Конечно. Потому что другой вопрос, как дарить, и какое послание вы даете, потому что это послание о любви. Можешь сказать, я горжусь, что ты такой прекрасный, я горжусь, что ты такой профессионал, я горжусь, что ты у меня такая интеллектуальная, и подарю тебе книгу. Или я спасибо, что ты есть в моей жизни, и мне так важно, я дарю тебе эту безделушку как талисман на память, чтобы ты был защищен. Если мы такие вещи делаем, мы постоянно говорим о тебе и именно что-то конкретное дарим тебе. Тогда мы говорим, я понимаю, что ты существуешь, я постоянно понимаю, какой ты, чего ты хочешь. Я думаю о тебе. Я тебе думаю, я что-то конкретно тебе посылаю. Вот очень важно, чтобы подарок не имел пены для бритья, а именно то, что отнеслось. Если человек занимается именно искусством, мы говорим, ты знаешь, я так ценю твою чувствительность, твой вкус, твое умение видеть прекрасное. Я именно для тебя подобрал к эту книгу новую про искусство. А пена для бритья, она тоже может быть только для его чувствительной кожи? Но если это специальная пена, потому что у него раздражение, я ее где-то нашла в аптеке, такую уникальную, то да, что я так думаю о тебе, чтобы ты прекрасно себя чувствовал и был таким красивым, как я люблю, то я искала эту пену, тогда это может быть. Если это просто пена, человек чувствует, отдарились. Что такое отдарились? Подростки ненавидят, когда отдариваются, когда они очень чувствительные. Люди чувствуют, когда им вот так. Лучше бы вообще ничего не делать, чем вот так. То есть это стандартные вот эти наборы, да, какие-то, как мы привыкли, мужчине носки с пеной для бритья, женщинам в коробку конфет, это вот уже получается немножко какого-то бесчувства, да? А это получается, что тебя не видят. Тебе же нужно, чтобы тебя увидели. Мы же какое-то послание говорим, да? Ты существуешь, ты для меня значимый, и что-то там вокруг этого крутимся. Ну хорошо, если человек в горы ходит, ну естественно, он захочет скальники. И вот если ему важны эти скальники, человек приходит и говорит, я тебя так уважаю за твою смелость, и я тебе именно скальники подобрал. Те, которые там не дадут тебе упасть, я забочусь о твоей безопасности. Или носочки тёплые, если на скальник денег не хватит, например. Носочки тёплые, конечно, дело не в деньгах, а дело, насколько вы подумали о человеке, насколько, и что вы хотели этим сказать, что он для вас дорог, вы пытаетесь, чтобы он остался жив и здоров, да, и ещё что-то. Вот это вот послание, услышите меня. Да, что вы хотите? Поддержать его интеллект, поддержать его красоту, поддержать его хобби, да? Тут, получается, ты не думаешь, в первую очередь, о себе, что бы я хотела подарить, чтобы, например, показаться умной женщиной, например. Я подарю сейчас тебе такую модную классную книгу, да, потому что все сейчас её дарят. Вот, Анастасия, вы сказали самую главную проблему, которая существует в подарках. Люди исходят из себя. Люди настолько искренне эгоцентричны, вот настолько искренне думают, что вот раз ему хорошо или мне, я ценю, например, материальные объекты, вот подарю-ка я сковородку, да, маме. Вот если я там ценю то-то, я и пойду на это. Вот я читаю эту книжку, то эту книжку и надо подарить другому человеку. Это самая большая проблема, которая существует. Мы не думаем о другом, о послании же его, я же его люблю, я же ему хочу сказать. И вот выйти за рамки своих вот этих эгоцентричных представлений и нормативов, что верно, это как есть люди, которые мучают друг друга. Я знаю правильное питание, говорит человек. И всё, вот ты самый близкий, дорогой человек, я хочу, чтобы ты был здоров, и мы будем питаться так, как я прочитала у последнего диетолога. Да, и ешь эту вареную грудку целый день. Да. И вот, и большинство трагедий на Земле заключается в том, что кто-то решил, что он знает истину в последней инстанции, остальные должны этой истине подчиняться. Я только на днях прочитала очередного диетолога, который сказал, что всё не так, завтрак можно не употреблять, потому что вы проснулись, ещё энергии нет, обед перекусите, а ужин как раз нормальный, плотный ужин, только за три часа до сна покажет. Вот это правильное питание говорит, и люди худеют. Вот на каждую умную истину есть 33 других. И соответственно, как только мы начинаем свою истину встать в угла угла, мы насилуем другого человека, мы садим его в тюрьму, мы постоянно нарушаем его права и границы. И вот отсюда также и подарки. Одна и та же тема. Если ты не уважаешь мою «хочу» мою индивидуальность, вот не хочешь, когда нам нравятся отношения, вот давайте просто скажем, это такая простая вещь. Если у нас есть хоть один хороший друг, мы точно знаем, что такое любовь и хорошая дружба. Хороший друг всегда за нас прибежит и скажет. Я знаю, что ты бегал, искал эту книгу, вышла новая книга того-то, я ее добыл, вот я тебе ее купил, и мы счастливы. Я знаю, что ты любишь такой-то сорт сыра, и я вот сейчас, несмотря на санкции, рад был его обнаружить. То есть даже просто кусок сыра, если он человеку действительно важен, это может быть хорошим подарком действительно для него? Конечно, потому что я для тебя старался, мы знаем этих друзей, которые говорят, вот ты платьюшка на распродаже, я же помню, что ты любишь синий цвет, тебе сделано. И про мужчин также, все для тебя любимый, потому что именно эта марка, которая спортивная, ты предпочитаешь, и я нашла эту футболку этой марки, которую ты мне говорил три года назад, и я ее нашла, заказала тебе, и человек говорит, вот я для тебя постарался, я для тебя все это сделал, я помню, что ты любишь эту марку. Вот тогда, да, мы счастливы этим, и вот тогда это приятно, тогда это приятно подросткам. Елена, а как же вот быть все-таки, вот такое распространенное мнение о том, что тяжело человеку угодить, то есть тоже сковородкой, может быть тяжело или лень даже разбираться, что ему на самом деле нужно, и проще всегда потратить деньги. И вроде как это даже принято на какие-то торжества или куда-то положить денежку и конвертик, ну сам уже определить, что себе купить. Вот тут вот что вы можете сказать? Ну мы же понимаем, что денежка у нас, вот эта идея пришла из нашей тяжелой экономической ситуации, да, и это как бы сложилось, и сейчас до сих пор на свадьбах там принято и так далее. Ну практически сейчас на свадьбах все их дарят деньги. Ну вот как бы вот, чтобы отдарить, там, компенсировать свадьбу молодым, трудно и так далее. Может быть это имеет право на существование исключительно из экономической ситуации, но речь идет о подарках. Конечно, вы правы, это лень, элементарная лень подумать о другом человеке, просто потому что для этого нужно подумать. Послушать, что он говорит, что он рассказал вам полгода назад, о чем он мечтает. Ну спросить, что человек хочет, это тоже можно? Конечно, можно, можно, можно. Ну немножечко момент, конечно... Сюрпризы тогда отпадают. Сюрпризы, но лучше внимательно послушать. Человек на самом деле все говорит. Вот все говорит. И если его чуть-чуть послушать, человек расскажет все. Он даже если смотрит какую-нибудь передачу, он говорит, во-во-во-вот, или приходит дома, расскажет, а у Нинки-то тут есть, или вот Василий такое-то купил. Вот представляете, это сейчас вышел новый там вид такой вот. Все человек про себя расскажет. Он расскажет, что ему нравятся эти носочки, и что ему так удобно в этих там все расскажет. Чуть-чуть внимания послушать, и вы точно будете знать, какой подарок человеку подарить. А как быть, если, например, та же девушка, которая всё говорит, но говорит она, что хочет самый дорогой последний телефон, машину, шубу и так далее. В общем, всего много. Но мужчина реально понимает, что до конца жизни он не заработает, как минимум даже на телефон. Вот в таких случаях как быть? Есть ему смысл дарить из-за сковородки что-то ещё? Мне кажется, он вообще замыкается и перестаёт что-то делать. Совершенно право. Такие мужчины или сбегают, но это надо же девушкам же понимать, что девушка, во-первых, а, продаётся, а, во-вторых, у мужчины возникает, вы абсолютно верно сказали, это очень верно. Мужчина понимает одну вещь. Я её не потяну. Экономические её запросы. И шансы, что этот мужчина сбежит от неё, очень велики. Ты слушай, это сделай вовремя. Да, или мужчина согласен на это по какой-то причине, но точно знать, он будет относиться к вам как к вещи. И он точно говорит, и мужчины говорят, и клиенты говорят, я её купил, я буду делать нечего. Я это оплачиваю. Я это оплачиваю. И потом, когда у неё есть претензии какие-то, он говорит, извини, дорогая, ты согласилась на эти правила игры? Вот тут тоже такая подоплёка в подарках. Спасибо. В подарки, если женщина действительно хочет исключительно получить экономическое плюс от мужчины, думая, что она с чем-то ему отплачивает другим, какими-то другими условиями. То есть такие товарно-денежные отношения. Товарно-денежные, но получайте результат. То есть надо быть готовым к результату товарно-денежных отношений. Конечно. Ну а всё-таки, как быть? Вот мужчины часто, они же намёков не понимают. Как правило, им нужно говорить в лоб. Ну а мы женщины такие вот натуры, что нам хочется где-то намекнуть, где-то чтобы это всё-таки осталось сюрпризом. Вот у меня подруга очень сильно хотела телефон на Новый год. Она и намекала, и так, и вроде как бы даже пыталась это прямо сказать. А получила авточехлы на Новый год. Вот где она тут была? Где ошибку допустила? Вы знаете, трудно судить про все их отношения. Я же не знаю вашу подругу. Смотрите, всё равно подарки – это уже результат, и это уже показатель отношений. Поэтому сначала мы не знаем, что там происходит. Потому что если люди друг друга очень внимательно слушают и всегда готовы пойти навстречу друг другу, тогда обычно таких нюансов не случается. Если я слышу, что любит муж и хочет, и иду к нему навстречу, то обычно я муж, если это выложено отношение. Но всё-таки давайте другой момент. Что же мужчины лучше слышат? Я тут не знаю, что у них там вообще в отношениях, поэтому не буду комментировать. А вот с точки зрения, как говорить, мужчины очень обычно умны и эффективны. Если мужчина и дарит подарок, и тратит туда деньги, то он минимум хочет реакцию. Уж не чтобы отдарились, но хотя бы чтобы это было стопроцентное попадание. То есть вот так это важно? Конечно, важно. Потому что человек затратил деньги, время, я не знаю, ещё что-то. И потом получает кислое выражение лица или не то. Вот там авточехлы. Или я знаю другие истории, что чуть ли не розами по лицу бьют, потому что что-то другое хотелось. И мы о чём говорим? Конечно, они гораздо более эффективны. Если мужчина знает, сколько вешать в граммах, и точно знает, что вот этот телефон принесёт счастье, при условии, если это не очень дорого для него, он может это потянуть. Он может это потянуть. Надо понимать, не надо хамить людей. Иногда такое хотят, что это просто переходит все границы. А если он может потянуть телефон, то быстрее всего всё-таки важно аргументировать мужчине, почему это важно. Если этот телефон действительно... Потому что для него чехлы — это, может быть, здоровье жены. Для него чехлы — это действительно некая безопасность, её гинекологичность, всякого здоровья. Но для нас это оскорбление, потому что это уже не то, что мы хотели, получается. Да, но тогда и надо говорить о том, что, может быть, я и замёрзну, и заболею, но почему-то телефон, и тогда уже лучше... Мужчины опять же умны. Им вот нужна аргументация. Вот если в этом телефоне есть какое-то качественное изменение в вашей жизни, а не просто тупая новая модель, если у вас есть такой же нормальный телефон, то мужчина подумает, всё-таки разумнее подарить чехлы мужчины гораздо более практичны и умнее. То есть если мы поняли, что где-то всё-таки в отношениях есть какие-то, ну, так скажем, проблемки, да, мы друг друга хорошо не услышали, подарил он тебе эти чехлы, это не означает, что всё, надо сейчас искать резко другого мужчину. Потому что в следующий раз стоит как-то более конкретно сказать и описать, что в твоей жизни в лучшую сторону изменится с появлением того же телефона, ну, или шубы, например. Да, и обязательно нужно аргументировать это всё абсолютно верно. В значимости. И послушать, если мужчина всё-таки объяснит, что, к сожалению, вот купит шины вам, или как это, колёс на машину, и вас это сильно оскорбит, но для него это ваша безопасность на дороге, то нам нужно хотя бы понять, почему он это аргументирует и покупает. Почему это были чехлы? Лучше бы она узнала бы ваша подруга и была бы благодарна мужу. Может быть, там за этим стояла очень большая забота. А в телефон на самом деле для неё был бы не аргумент, потому что модель предыдущая работает так же, как и эта. Ну, действительно, да, ничего нового там не появилось. Я думаю, что да. Но всё-таки вот относительно подарков для женщин и для мужчин. А как-то принято у нас в таком обществе, что женщинам подарки дарят чаще, ну, как-то так даже и без повода, а мужчинам, ну, 23 февраля, это, слава богу, их праздник, да, и день рождения ещё у нас. И вроде как вот даже я слышала такое, что нечего вообще им дарить лишний раз подарки, нечего баловать. Это как бы женская прерогатива. Да, у нас есть такой миф, миф, который... То есть это миф? Миф, который, несомненно, бедные мужчины, у них им бедным навешали, что они всё в жизни должны сами заработать, машины, квартира. Если он настоящий мужчина, он не должен ничего просить. Надо будет, сам себе купит. Конечно, этот миф. И девочкам очень удобен этот миф, потому что, конечно же, мне, 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 ещё раз мне, и мне цветочки, и мне и то-то. Мне всё время что-то надо и так далее. И мужчины, конечно, они говорят, вот как только что было сказано сейчас в перерыве, ну, в детстве, да, было здорово, сейчас, слава богу, сына родили, и уже спасибо. Вот, и уже мужчины такие, всё, и ничего. Конечно, для мужчины сам акт дарения, сам акт действия. Он тоже важен. Очень важен. Мужчины очень впечатлены. Илета, мне показывают, что эфир у нас быстро, так молниеносно начал подходить к концу. Я благодарю Елену Викторовну вас за то, что вы сегодня нам рассказали, как делать правильно подарки. Самое главное, любите и слушайте друг друга. Удачи вам в преддверии вот этой целой череды праздников. Дарите подарки правильно. Ну, я с вами прощаюсь. Спасибо зрителям, которые были с нами. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!